Узелок за узелком. В руках маленьких умелец кусочки ткани превращаются в детали будущих кукол. На пару часов Дом культуры села Витязева превратился в настоящую мастерскую по изготовлению оберегов. Таких необычных кукол делали древние славяне. Считалось, что они обладают мистическими свойствами. Впрочем, современные мастерицы относятся к куклам исключительно как к декору. Кукла-оберег с десятью ручками. Значит, она помощница, эта кукла, этот оберег помощница хозяюшки, чтобы у нее дела спорились, все ладилось. Недаром у символа помощницы десять ручек, чтобы хозяйка все успевала. Традиционно такую игрушку дарили невесте в качестве приданого. А иногда молодая девушка делала куклу сама. Десятиручка, как и многие другие обереги, безлика, чтобы в нее не вселялся недобрый дух. У меня короткие моменты были легкие, например, как заплетать косичку. Ручки были немножко сложные, а так все получалось. У нас был семинар по бальным спортивным танцам, что было очень тоже интересно и значимо. Сегодня у нас проходит декоративное прикладное искусство. И также планируется еще несколько семинаров по обмену опытов. Кавказские танцы, танцевальные движения. Я думаю, что это детям интересно, а руководителям, которые общаются между собой в процессе проведения мастер-класса, тоже замечательно. После мастер-класса все участники смогли забрать куколок домой. И хоть оберег вряд ли поможет по хозяйству, зато станет необычным украшением кухни. Антон Чистяков, Ксения Сепкова, Михаил Попов. Анапа. Регион.